красота как было задумано мной так и получилось использовалась кружева вот она по низу и частями кусочками по всему шарфу бархат вот бархат идут кисти бархатные вот здесь тоже вот я понабрасывала здесь полоски бархата и вязальные нитки не шерсть я шерсть не люблю когда к телу поэтому здесь какая-то старая у меня приятная мягкая синтетика киевского комбольно-суконного комбината бирка была нет наверное не комбольно-суконного но не важно но я уже сегодня выгуляла на улицу значит вначале я на будет еще за этим видео видео фотография слайд-шоу я не снимала поэтапное видео вначале я на водорастворимый флизелин немножечко ниток накидала потом я хаотично не так как на прошлом шарфу когда я поперек вот резала и так укладывала плотненько это совсем другое было задумано и хаотично вот эти полоски набросала кружева и потом покрыла а по низу разместила кружево вот здесь вот это кружево на узенькое было и чтобы оно было по ширине я его на угол положила чтобы по ширине шарфа вот так она и замечательно что она потому что если бы прямо не вышло бы на всю ширину а мне хотелось чтобы шарф был широкий здесь из кусочков вот там вот видны я на полоски бархатные закрепила вот срезы под низ сделала кисти потом хаотично порядке набросала нитки вязальные не сильно густо вот видно что дырки тоже так я хотела чтобы это был не плотный а такой мягкий вот шарф податливый такой чтобы можно было закручивать его немного сомнения были что кружева вот жесткого там но нет ну и потом накрыла флизелином и выстречила выстречила только поперек там на фотографии будет видно и и мучилась не знала что делать вдоль строчить или нет потому что крэйзи вулл это закрепляется в разных направлениях можно хаотично так вот настрачивать но обычно или ромбами или клеточкой вдоль и поперек и на этом будет держаться все изделие но мне вот хотелось чтобы она была вот именно думаю я понимала что между строчки проходили на расстоянии и вот эти все нитки какие были между строчками они не закреплены где-то закреплены где-то нет и будет вот такая вот как-то я так и предполагала что раздвинется где-то больше где-то меньше но в общем перед тем как опустить в воду еще сомневалась может все-таки сделать строчку но кинула в воду все тем более надо попробовать я люблю пробовать вот можно было вот это все полоски кружева на сверху уложить но вот именно я хотела чтобы они проглядывали но не совсем сверху лежали но так хотелось вот я изнанкой повернула здесь больше их видно полоски но мне хотелось именно чтобы это было но немного видите я тут закрыла где начало кружева почти не видно нитками так вот так и вот например вот кружева очень тяжело передавать черный цвет он вообще-то черный настоящий черный камера как будто бы сероватый показывает ну вот например вот кружева и она вы видите вот она проглядывает немножечко вот проглядывает вот тут и что мне вот нравится то что такое впечатление что это как ткань такая вот ну в общем я очень довольна результатом еще надо тут ниточки по обрезать хотя на таком изделии и все креативно вот здесь тоже вот видно кружева вот тоже кружева вот кружева ну в завязанном виде можно по всякому завязывать но вот смотрите вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День строчу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что пока результат непонятный Закрепку обязательно делаем. Этих строчек нигде не будет видно. Поэтому незаметно присмотреться видно, но они в тон. Так что не совсем ровные. Ничего страшного. Наконец-то. Так, сейчас неправильно снимаю. Уже полночь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот там дырочки.